Добрый день, НРБК региональные новости. Мы вещаем за Талеширатон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Башкортостан и Бангладеш планируют укреплять взаимодействие в сфере образования. Перспективы наращивания сотрудничества в социальном и экономическом направлении обсудили в рамках встречи главы Республики Ради Хабирова с чрезвычайным и полномочным послом Бангладеша в России Камрулом Ахсаном. Он отметил, что в Республике сильные вузы, однако в его стране об этом пока мало знают. В основном в Башкортостан едут ребята из семей, которые могут оплатить полную стоимость учебы. Для молодежи из других социальных категорий будут интересны грантовые конкурсы для иностранных студентов. Стороны также рассмотрели возможность привлечения высококвалифицированных специалистов из Бангладеш для работы в Башкортостане, а также перспективы по наращиванию взаимного товарооборота. Сейчас отношения тоже многосторонние. Есть определенный товарооборот с Российской Федерацией, но при этом могу сказать, что товарооборот Башкортостана и Бангладеш, мне кажется, имеет определенный потенциал, но очень высокий. Поэтому мы с большим удовольствием готовы предложить вашей стороне ценные разные возможности в сфере торговли. По итогам 2022 года Бангладеш занимает 94 место среди 112 стран торговых партнеров Башкортостана. В разные годы республика экспортировала в Бангладеш нефть и химические продукты. Масличные семена, электрооборудование, импорт из Бангладеш в основном представлен текстилем. В Уфе впервые чествовали победители Республиканской общественной премии «Защитник бизнеса-2023». Наград удостоились эксперты, достигшие лучших результатов в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей за год. Конкурс прошел среди представителей бизнес-сообществ, институтов развития и поддержки МСП, общественных помощников и экспертов пробона, бизнес-омбудсмена Республики, ведущих специалистов в сфере юриспруденции и адвокатуры. На участие в премии поступило 48 заявок. Среди них были определены 15 победителей по пяти основным и трем специальным номинациям. В частности, экспертная комиссия выбрала самого эффективного бизнес-шерифа Республики. Напомню, работа этого уникального института получила высокую оценку на федеральном уровне и сейчас опыт Республики перенимают другие регионы. Остаются задачи довольно амбициозные, которые ставят глава Республики по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, по задействованных, по отдаче от данного действительно большого сегмента нашей экономики. Мы четко видим, что нам необходимо сделать для того, чтобы эти результаты были достигнуты. Поэтому регион на передовых значениях и по инвестициям, и по бизнесу, и по предпринимательству продолжаем двигаться, точно все у нас получится. Конечно, в нашем регионе выстроена очень сильная система защиты и поддержки бизнеса. И нам очень приятно, что та система, которая служена вокруг уполномоченного по защите прав предпринимателей, это 70 общественных помощников каждому муниципальному образованию, это 50 экспертов пробона, что мы совместно всей командой Республики работаем на одну цель – помощи бизнесу и процветания экономики нашего региона. В ходе торжественной церемонии награждения прошло подписание соглашения между Агентством развития малого и среднего предпринимательства и Уполномоченным по защите прав предпринимателей. Оно призвано расширить возможности по оказанию информационной, консультативной, образовательной поддержки на местах. Так, количество центров «Мой бизнес», где ведут прием общественные помощники бизнес-омбудсмена, увеличится с 6 до 19. В Башкортостане обнаружили фальсифицированные рыбные консервы. Общим весом 94 тонны, сообщает Управление Россельхознадзора по региону. Ранее ведомство из-за подмены сырья аннулировало сертификаты на продукцию, выпущенную компаниями «Фортуна» Крым, «Меркуриэн» и «Сокфиш». Специалисты установили, что в республике фальсифицирует фальсификат, поступил на склады полутора тысяч предпринимателей и компаний. В настоящее время об этом проинформировано 888 получателей продукции. Приостановлена продажа 45 тонн консервов. 9,5 тонны из которых уничтожили, еще порядка 30 тонн продукции вернули поставщикам. Остатки фальсификата находятся на территории региона, а продолжается его изъятие из торгового оборота, Россельхознадзора объявил предостережение о недопустимости нарушения требований в сфере пищевой безопасности. В этом году достаточно сильно мы поработали по фальсификации рыбных консервов. То есть были выявлены случаи фальсификации рыбных консервов, где более дорогое сырье, то есть рыба, более дорогих ценных видов, подменяется более дешевым сырьем. Ну и, к сожалению, наше законодательство не совсем урегулирует вопрос товарных знаков, и можно назвать консерву сайра и сельди. Ранее в эфире РБК УФА руководитель регионального управления заявил, что чаще всего в Башкортостане фальсифицируют сыр и подсолнечное масло. Здесь вот все указано. Строительная готовность первой очереди межвузовского студенческого кампуса достигла 93%. Сейчас на площадке задействовано порядка 650 человек. График работ вопроса финансирования обсудили в ходе выездного совещания с участием премьер-министра Андрея Назарова. До 20 декабря планируется провести монтаж оборудования в лабораториях. Мебель для офисов и учебных аудиторий выдержана в общем стиле кампуса и готова к завозу. В холле подключают эскалаторы, устанавливают турникеты и готовят специальные помещения для мультимедийного оборудования и фудкорта. Специалисты монтируют самый большой в Уфе экран длиной 14 метров и высотой более 5 метров. На нем будут транслироваться ролики о науке, образовании республики и о жизни кампуса. Параллельно ведутся работы по второй очереди межвузовского кампуса. Подлежащие сносу зданий и сооружения демонтировали. Генеральный подрядчик компании «Эталон» приступил к подготовке котлована для фундамента геномного центра. Башкортостан вошел в число регионов-лидеров по количеству заявок на выдачу спортивного налогового вычета. Перечень подготовила Министерство спорта России. В него вошли порядка 4 тысяч физкультурно-оздоровительных организаций и индивидуальных предпринимателей. В республике таких 192 организации, в том числе 54 ИП. Также в числе лидеров Москва, Московская и Свердловская области Краснодарский край. Возможность получить социальный налоговый вычет за спортивные услуги появилась в прошлом году. Для этого необходимо предоставить скопию договора и кассовый чек, которые подтвердят фактические траты. С начала этого года получить вычет можно самостоятельно через налоговую службу. Надо отметить, что в 2021 году в республиканском перечне насчитывалось 136 физкультурно-спортивных организаций ИП, а в 2022 году их количество увеличилось более чем в полтора раза. Так что нашим гражданам есть где заниматься фитнесом и потом получать вычет, отметили эксперты. И да, это положительно влияет на покупку новых абонементов и на посещаемость фитнес-клубов. Но также причиной увеличения продаж фитнес-абонементов является замена фитнесом расходов на зарубежный отдых. Тем не менее, число регулярно занимающихся фитнес-клубов всего 3-4% населения. Это очень мало. И дополнительные меры поддержки граждан в сфере фитнеса и спорта могут улучшить данные показатели. Елена Шадрина также отметила, что полноформатные сетевые фитнес-клубы уже оправились после потерь в период пандемии и последствий санкционного давления. Но небольшим студиям до сих пор тяжело. Многие закрываются в первый же год работы. В завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, юань, доллар и евро продолжают снижаться. Китайская валюта минусует 6 копеек до 12,5 рублей. Доллар подешевел на 32 копейки, курс 89,89. Евро упал на 45 копейок и составил 96 рублей 95 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка юаня в Цифробанке за 12,69 рублей, продажа в Солидбанке за 12,60. Покупка доллара в Финаме за 89,71 и продажа в Быстробанке за 90,79. Лучшие предложения по покупке евро в Быстробанке за 97,20 рублей и продажа в Банке Финам за 98,49. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова